Добрый вечер. Времена меняются. Не верите? На часы гляньте. Если бы времена не меняли, сейчас было бы 19.00. Сейчас 18.00. Программа начинается теперь на час раньше от привычного, что со временем тоже станет привычным. И все это как раз означает, что времена меняются. У нас сегодня с утра Дмитрий Анатольевич Медведев. Это главный тактик. У нас еще главный стратег. Это Владимир Путин. Стратег говорит куда, а, соответственно, Медведев говорит как. Ну и на чем. Так вот, сегодня главный стратег, главный тактик опубликовал, по крайней мере, за его подписью, это где-то мелькнуло по информационным лентам, повеление. Повеление чрезвычайно мудрое. На каждой АЗС страны теперь должна быть обязательно закопана емкость для того, чтобы можно было оттуда напоить все желающие автомобили газомоторным топливом. Мы переходим на газ. Мудрое решение. Мудрость его в том, что у нас одним из сдерживающих факторов отсутствия газифицированных автомобилей по всей стране, процент которых, ну, по разным статистическим данным, то полпроцента, то два процента, то восемь процентов, то опять полпроцента. Так вот, мало, мало, мало потому, что негде заправиться. Теперь будет где заправиться, соответственно, это даст толчок к реализации всех остальных газовых проектов. У нас уже вторую неделю по всей стране идет безудержное газовое творчество. У нас, засучив рукава, наш родной российский Мерседес вовсю созидает двигатели. Под это дело даже подверсталось несколько грузовых производств. У нас КАМАЗ срочно обнародовал свой проект. Они много лет занимались этим. У них газовых двигателей было очень много. Ну, естественно, АвтоВАЗ. И, ну, куда что без Газпром-то? Газпром тоже, естественно, здесь. Газпром тоже очень сильно заинтересован в том, чтобы на каждой заправке, по крайней мере, Газпромовской, было газовое топливо в обязательном порядке. Если можно, ну, государство, когда помогает, почему-то получается все лучше и лучше. Увлекательная ситуация. Газу быть. И что приятно. У нас ведь очень масштабная сеть обычных бензозаправок по всей стране. От Калининграда до Владивостока. Газа почти нет. Теперь там везде появится газ. Кроме того, что это экономически очень обоснованно. Существует масса официальных выкладок о том, что если мы все перейдем на газ, то станет совершенно замечательно. У нас, как всегда, и обычный бензиновый транспорт по евро-4. А ниже, чем евро-4 в нашей стране транспорт запрещен. Так вот, у нас все по евро-4 чрезвычайно загрязняет воздух. Теперь на газу, видимо, по тоже евро-4 будет совершенно другой расклад, потому что газовый двигатель по евро-4, он как-то очень сильно выигрывает у бензинового двигателя по евро-4. И у дизельного, кстати, тоже. Удивительно, да? С точки зрения власти, да, так оно и есть. Вот эта разница, она совершенно колоссальная. Разбираться в ней сейчас не будем. Что, в принципе, любопытно в газификации нашей страны, кроме того, что как только кто-то наверху захочет, сразу внизу обязательно появляется позитивная статистика, оправдывающая это решение. Вы обратили внимание, что у нас на 9 мая в Москве совершенно нечаянно взорвался газовый автобус. Крепко досталось маме с ребенком, снесло остановку рядом, покалечило газель. Как заявил МЧСовец, который тогда еще не знал, что газификация нашей страны и нашего транспорта обязательно, сказал, что разлет осколков составил порядка 300 метров. Это сильно, потому что не у каждого самодельного взрывного устройства, сделанного террористами, разлет осколков 300 метров. Вы помните, как у нас 13 мая в Москве группа безалаберных ребят уронила газовый баллон? Причем он же, как официально было заявлено, имел отношение к тихой мирной профессии пожаротушения. Это же был просто газовый баллон, как элемент обычного, видимо, газового огнетушителя. Уронили всемиро в больницах. Ну, тоже разлет осколков, будь здоров, как шикарно покрыл территорию. Там все, что могло бы вышибало, все, что могло бы пороняло. После этого, конечно, почему бы нам не заняться газификацией всего остального? О том, как взрываются дома, мы тоже смотрим, сносит обычно капитально. Запомним это. А теперь, внимание, вопрос. Вот мы с вами, как люди наблюдательные, об этом знаем. А вот эти двое наших, один из которых рекламный агент BMW, помните, он живет в таком мертвом городе, в котором влияние не существует. Там есть только его X5 черного цвета, косуха крутая и шикарный зеленый газончик. И все. И нету там больше никого на этом облаке. Второй у нас ездит Мерседеси Пульман под охраной по абсолютно мертвому городу, наслаждаясь праздником. Так здорово, инаугурация. А все сдохли. Так хорошо. Так вот, в их мире, возможно, как-то иначе выглядит ситуация. А у нас, у людей даже минимально наблюдательных, есть подозрение, что по какой-то парадоксальной причине газовые заправки у нас всегда находятся отдельно от бензиновых. Причем очень сильно отдельно. У нас бензин сам по себе, а газ, если можно, подальше, в принципе, от жилых домов, вот куда-нибудь туда, чтобы если что. А вот если что? Мы помним и по истории войны, по учебникам истории, и по некоторым фильмам, и вообще так по факту, что техника дизельная, она, в общем, конечно, горит, но крайне неохотно взрывается. Техника бензиновая, она и горит здорово, и взрывается шикарно. Газовая техника, ну, она не очень горит, но совершенно фантастически взрывается. Уж рванет так рванет, уж мало не покажется. У нас даже углекислый газ, если помнить, лет пять тому назад взрывался строго в армянских закусочных и жареными курами закидывало все окрестности. Так вот, если газовая заправка рванет, снесет не только газовую заправку, снесет еще пару улиц вокруг. А вот теперь представьте себе, совместить газовую заправку и бензиновую заправку. У нас, конечно, техногенные катастрофы происходят сами, нам никакая Аль-Каида не нужна, мы что надо всегда сделаем собственными руками. Техногенные катастрофы у нас происходят внезапно. Довольно часто потом находятся очень вежливые террористы, которые соглашаются, что это они сделали, как было с Невским экспрессом в 2009 году. Если помните, как врут очевидцы, там всего-навсего рельс лопнул. Но если рельс лопнул, значит, есть какой-то более-менее легальный, виноватый, и ему предстоит возместить ущерб. А за железную дорогу у нас отвечает товарищ Якунин из кооператива «Озеро». В кооперативе «Озеро» все лучшие люди нашей страны, они абсолютно неприкасаемые. Поэтому нашлись вежливые террористы, которые сказали, да, мы это сделали, но, соответственно, платить никому ничего не надо. Это не техногенная катастрофа была, это был терракт. Так вот, когда у нас вся страна от Калининграда до Владивостока будет усеяна АЗС, где еще не только бензин, но и газ, ну, главное Аль-Каиде не рассказывать, как этим чудом можно распорядиться. И если у нас по сию пору мосты являются особо охраняемыми объектами, ну, в Москве это не так заметно, в провинции это особенно заметно, там будочки такие стоят, и люди там живут в этих будочках, так вот, нужно будет выставлять очень серьезные посты охраны, причем такой, если можно, с пулеметами, желательно с танками, возле каждой АЗС, особенно те, которые в городе. Ну, на трассе, понятно, ну, что там, подумаешь, на автобусе взорвался газовый баллончик, 300 метров разлет осколков. А здесь, например, заправка, ну, например, она взорвется. Ну, будет воронка большая, ну, озеро там, в конце концов, карпы будут, люди будут ходить на рыбалку, благодарные, вылавливают там что-нибудь интересное. Ну, это же, это же так, нам же не грозит. У нас и глонасс шикарно запустился, и вообще все наши затеи удаются. И Шушенская ГЭС, там, кажется, тоже террорист какой-то что-то не ту гайку закрутил. Никто же не сказал о том, в чем именно там была неприятность. Неприятность была в том, что люди разучились работать с техникой. А здесь они все научатся, и у нас получится массовая газификация, в результате которой все, наконец-то, будут ездить на газу. А веление сверху, 50% муниципального транспорта должно быть на газу, включая трамваи, троллейбусы и метро. Вот они тоже у нас, видимо, на газу поедут. А газ это очень выгодно, это очень здорово. И причем, когда Т.Медведев говорит о том, что газифицированы должны быть все заправки, у меня к нему возникает вопрос. Он имеет в виду метан или пропан-бутан? Между ними есть некоторая разница. И это не одно и то же. И оно не в каждом автомобиле одновременно уживается. И когда Т.Медведев нам рассказывает, что это мировой тренд, мы должны работать в этом русле, потому что все остальные серьезные автопроизводители по этой теме работают, то это говорит о том, что он немножко не в курсе. Понятно, что у него бензиновый X5, но мерить весь мир по рекламируемому продукту – это все-таки масштабное заблуждение. Далеко не все работают по газовой теме. В основном все работают по теме совершенно другой – водородной. Потому что все-таки водород – это топливо будущего. Здесь ясно, что у нас водорода не так много, у нас есть «Газпром» загибающийся. «Газпром» вот-вот вышибут от всех рынков, и «Газпром» тихо тратит свою монополию, а «Газпром» – это действительно наше национальное достояние. Это вот не лукавство, это тот момент, когда рекламный слоган отражает суть. «Газпром» – один из немногих, кто платит в казну налоги. Потому что больше у нас налоги никто не платит. И если наш «Газпром» с внешних рынков вылетит, что, скорее всего, неизбежно произойдет уже при нашей с вами жизни, то, соответственно, ему нужно предложить какой-то другой рынок. У нас только внутренний рынок. У нас внутренний рынок является заложником. У нас ведь, вы заметили, что газов всегда много, а страна не газифицирована. У нас провести к бабушке в деревню газопровод абсолютно нереально. У нас к дачному кооперативу протянули, а дальше, ну, дайте по полмиллиона. Знаете, это же такая работа. Вот эту трубу водопроводную, по сути, приварить здесь и сделать вентиль – нет. Но если бы там вода внутри была, это бы стоило тысяч пятнадцать. А там же газ. Это же полмиллиона. И вот этот монополист остается без привычного дохода, поэтому ему нужно предложить целую страну. И, ко всему прочему, только серьезный игрок, такой, как, например, «Газпром», ну, или там, естественно, «Лукойл» вездесущий, без него никуда, или, соответственно, «Роснефть», они тоже будут готовы. И проект постановления ведь писал именно «Газпром», о чем он официально и заявил. То, что озвучил сегодня Медведев. Так вот, именно это нанесет удар по всем остальным независимым заправщикам. Они не осилят. Новости. Времена меняются. Наша взаимная тяга к общению остается. 65, 10, 9, 9 и 6. Вы замечательно среагировали на мое появление в непривычное время. Уже много звонков. Олег, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Ну, по поводу автомобиля хотел спросить. На газу поедете или на бензине? Нет, на бензине. На газу по студенчеству наездился. Хватит. Ух ты. А на чем вы ездили по студенчеству на газу? Ну, была Нива у родственников. 21-21 с шестерочными задними фонарями. Да. Потом была десятка у брата восьмиклапанная. И у отца... Ну, он был за входом, но возле нашего двора стоял самосвал. Вилл-130 в новом кузове такой, квадратном. Вот, восьмицилиндровый мотор был, карбюраторный. И на нем было установлено оборудование. Так. Причем. Вот. Ну, мощность, конечно, теряется. Процентов где-то 30. На Ниве прям вообще, конечно. Вот. Ну, тема прикольная, конечно. Цена дешевле, меньше, но... А у вас, Олег, расход топлива какой был? Вырос или упал наоборот? На газу? Ну, где-то, если на десятке, в районе 8-9 литров был по трассе. Это 120 км в час где-то, если ехать. На Зилу, если она бензина ела, порядка 30 литров бензина, то газ выходил в районе 40 литров, по-моему. Если я не вру. Вот. На Ниве Нива ела порядка 12 литров. Вот. Ну, по вечерам форсил на Ниве. Ну, литров 14 это выходило. Олег, вы почему-то на самом деле оппозиционер. Вы знаете, с точки зрения товарища Медведева, во-первых, мощность возрастает, КПД выше, а топлива надо меньше. Именно поэтому Газпром и получит монополию над нашей страной со своими остальными подельниками. Потому что это крайне выгодно. Он, правда, не уточняет, что это выгодно им, а не нам. Но с его позицией все наоборот. Вы какие-то очень странные вещи только что сказали. Ну, там на самом деле оборудование было, конечно, такое. Ловато. А вы что думаете, другое изобрели с тех пор? Ну, не знаю. Не вникал. Прошло. Закончил университет лет 6 назад. А это было лет 10 примерно. Ну, не знаю, что там. Просто не следил за развитием газового оборудования. Что там изменилось? Какое-то хлопковое, говорят, оборудование появилось. Не хлопковое, не знаю. Не разбираюсь. А вот у нас автобус как раз 13 числа хлопнул. Классно. Так по ушам дало. Знаете, до сих пор звон стоит. Особенно у тех, кто в больнице. Ну, не дай бог. Не дай бог, конечно. Ну, вот я сам родом с юга. Вот. Сейчас живу в Москве. Ну, в деревне была заправка. Ну, стоит. Дай бог. Уже лет 10 стоит. Дай бог, чтобы стояла. Да. Пусть стоит. Ну, на самом деле, знаете, как используют, по моим наблюдениям, где-то процентов 60 автомобилей, а у нас там в степи, вот, а в степях есть фермерские точки. И они 50-литровый баллон такой красного цвета, помните, наверное? Конечно. Заправляют и везут себе на фермерскую точку. И там, я не знаю, кушать и варят, может, кто-то топит. Понятно. Ну, это немножечко не тот газ. Хотя тоже, когда бывает... Нет, пропан, пропан. Да. Когда он себя плохо ведет, иногда бывает, что дом надо перестраивать по-новой. Даже фундамента не остается. Поэтому, ну, на самом деле, может, оборудование... Говорят, очень сильно влияет состояние поршневой группы. Если оно там подвношено, то газ, говорят, два раза больше тратится. Да. Обычно машинами с каждым пройденным километром лучше становится. У него поршневая группа все честнее и честнее работает. Поэтому при больших пробегах на газу вообще шикарно будет. Это естественно. Ну, да, да, да. Как вам говорят, очень чувствительно. Ну, не знаю. Ну, конечно, выгоднее получается. Особенно, если трассовый режим, городской режим, мне кажется, это крест надо поставить на этом деле. Выгоднее ровно до тех пор, пока нам назначили эту цену. Я, например, застал еще те времена... Вы застали... Литр 15. Да. Понимаете, какая штука? Я в силу своего древнего возраста помню, когда литр бензина стоил 42 копейки. Я даже помню, когда он... До 98-го года помню 2 рубля бензин стоил 80-й. 2, 2,20, 2,40. А был момент, когда, например, 98-й стоил 3,50. Я тоже застал эти времена. И с тех пор, кстати, курс доллара не сильно изменился. Ну да. Ну, сейчас если 30 рублей бензин средним брать... 92-й, 95-й. Цена-то назначенная. Цена же не экономически обоснованная. Она назначенная. Поэтому на газ могут назначить 3 копейки, а могут назначить 100 рублей. В зависимости от того, насколько у нас безысходность с вами наступит. Отступать некуда, тогда стольник. Есть куда, ну ладно, так и быть. Ну, согласен, согласен. Тут спорно, конечно. Ну, там район небогатый на юге. На юге. А у нас есть богатые районы? У нас богатые. Не богатые, не богатые. В том-то и дело. А богатые какое у нас, вы знаете? Где у нас богатство по стране? Ну, кроме Москвы, конечно, куда все свезли и раздают потихонечку. Что у нас богатое есть? Губернаторы богатые есть, а районы богатые? Ну, там, если рублей 13 будет, то это будет как-то куда не шло. И для малого бизнеса. То есть, маленькие заправки стоят. А когда это сейчас бензин, получается, например, республика Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия, там монополист один уходил. Все местные заправки просто погибают. У нас маленькие заправки все передохнут. Если вы помните, в 2008-2009 году у нас был энергетический кризис, который начался на Алтае. Он был вызван именно переделом собственности. Потому что, как потом выяснилось, картельный сговор был направлен на устранение независимых операторов бензиновых. Их с рынка вышибали. Потом антимонопольный комитет сказал, что да, картельный сговор, который поставил весь регион на колени. В результате чего, нет, почему-то уголовная ответственность не наступает для этих людей. Несмотря на факт признания картельного сговора. И все, устранили конкуренты. И здесь для того, чтобы закопать на каждую АЗС страны бочку с газом, это будет по плечу только очень серьезным игрокам. Поэтому все остатки независимости тихо, спокойно сольют. Ну да, там пару заправок жило. Но они жили за счет того, что сливали с нефтепровода нефть. Их там варили и жили. Но, говорят, месяц, полгода назад их хлопнули. На самом деле у них тоже был далеко не праведный вариант. И качество топлива было не то, на котором надо ездить. В этом отношении расправа была по справедливости. Ну да, да, согласен. Что у вас с автомобилем, Олег? Ездил на Форде Фокусе, универсал, 10-го года. 1.6, 99 лошадей. Ух ты. По ходовой машина очень нравилась. И по комфорту подвески, и по объему кузова все устраивал. Универсал прям шикарный. Но единственный пробег где-то, я второй хозяин. Он, скорее всего, был скрученный. По моим расчетам около 140 тысяч. Но я эту машину и продал. Ну правильно. А с чего вы вдруг с нескрученным спидометром вам бы машину предложили? Ну да, да. Я поездил. Много чего надо было менять. Но я ее продал. В хорошем состоянии. Пока что. Ну да, насколько оно еще пока хорошее. И теперь вы ходите пешком, мечтаете себе о газовой заправке. Для того, чтобы поправить материальное положение. Да, да. Вот. И смотрел по рынку. Внешне понравился Opel Astra Sport Tourer. Ну, это с Джейка. Да, да, да. Вот, понравилось. Ну, по цене привлекательный Kia Ceed. Вот я у него предоплату уже сделал. А вторая комплектация Comfort. Что вы скажете? Замечательная машина. А вы 1,6 автомат взяли? Ну, механику решил денег встановить. Ну, и на самом деле нормально. Ceed, он ведь молодцом. Вы ему какие, кстати, подогревалки поставить решили? Или ничего из подогрева нельзя? Ну, в комфорте всё идёт. Там идёт электрический подогреватель отопителя. Когда мотор холодный, тёпло идёт. Да, и подогрев сиденья и подогрев руля идёт в этой комплектации. Замечательно. Мне подогрев руля очень понравился. Я очень признателен корейцам, а также чехам, которые эту машину собирают за то, что у них есть такая штука, как подогрев руля. Вообще, Ceed молодцом. Вы заглядывали, какая у него сзади подвеска стоит? Вы посмотрели? Многорычажка стоит. Да, да, да. В том-то и дело, что у Cera-то стоит сзади палка простая, православная, а здесь многорычажка. И Ceed вообще, он, в принципе, позиционируется по-другому. Замечательный аппарат. Едет он очень интересно. Причём я недавно специально прошёл такой тестик небольшой. Пришёл в магазин, прикинулся покупателям. Сразу сказал, что покупать ничего не буду. И поездил на машине 1,6 автомат. Вот пытаюсь понять, как она тянет, не тянет, хватает, не хватает. Хватает. Вам на ручке этого самолёта хватит. Ну, очень надолго. Мотор замечательный, кузов удобный. Собственно, а что ещё мечтать? Ну, ещё смотрел просто Astra 1.4, шестиступенчатая. Механика обходится 800 тысяч. В инжио комплектации во второй. Volkswagen Jet даже не смотрел. Смотрел Skoda Octavia. Она под 850. Ну, чтобы более-менее комплектация была с нормальным мотором. А Kia Ceed во второй комплектации, то есть она обходится 680. Ну, вот этот абсолютно оправданный выигрыш, вы правильно сделали, что взяли именно так и сэкономили нормальный. Самое главное, что к Сиду претензий-то нету. Он и едет хорошо, и тормоза у него замечательные. Причём настройка тормозов у меня такая немножко истерично-французская. Вы только подумали, а она уже колом встала. И рулится, ну, не знаю, какие можно вот к этой машине предъявить, может быть, какие-то даже не претензии, а выразить некое неудовольствие. Останования для этого нет. И, ко всему прочему, она красавица. И что отдельной строкой у этой машины очень неплохой вторичный рынок. То есть эту машину у вас потом с руками оторвут. Георгий, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос, можно сказать, простой. В выборе предыдущей Octavia, либо вот вновь вышедшей в Россию, которую представили буквально на днях. Да. И если вот покупать, задумываться, новую Octavia, стоит ли доплачивать, соответственно, за мотор 1.8, вне зависимости с задней подвеской. Ну, вот так вот. Либо, может быть, 1.4. Потому что крутящий момент, я так понимаю, у них одинаково. 1.4, 1.8 почему-то пишут. Ну, это, вот на мой взгляд, умершвеление Skoda, оно как раз и наиболее заметно на новой Octavia. Volkswagen настолько обижен, что не может переплюнуть собственный бренд. И до такой степени Octavia лучше из поколения в поколение, что единственный вариант что-то с ней сделать, это вот устроить такую диверсию. Машину свести к какому-то примитиву и опустить ее на планку ниже. То есть она по размеру выросла, по виду своему, на мой взгляд, она утратила аутентичность, стала как просто что-то. И вот то, что они только в самой топовой комплектации оставили многорычажку сзади, это говорит о том, что из серии, слышите, вы все таксисты, лопайте, что дают. Вот вы привыкли на своих жигулях-москвичах, вот и мучаетесь дальше. И, конечно, с одной стороны, в Octavia там много есть очень приятных вещей. Но мне в целом эта машина не нравится. Мне не нравится она на фоне того, чем была Octavia раньше. Octavia раньше это был честный классный автомобиль, который замечательно ехал и отлично был устроен. Нынешняя Octavia, она примитивная. С мотором 1.8 она идет хорошо. А всех остальных моторов будет хватать вам только в случае, если вы спокойный водитель. Она даже на моторе 1.2, она поедет очень неплохо. Но, к сожалению, у вас будут такие ситуации, когда вы об этом пожалеете. Впрочем, как и о покупке Octavia. Телефон программы экипаж 6510996, как вы заметили, выходит она в несколько непривычное время. Но со временем у нас с вами появится привычка к этому времени. Не все ли не заняты, но вот далеко не все. Есть шанс дозвониться. Ренат, здравствуйте, вы дозвонились. Здравствуйте, Сергей. Хотел подключиться к вашему разговору по поводу газификации. Вам удалось подключиться, Ренат, все правильно. Спасибо. А вот просто хочу рассказать небольшую историю из недавнего далекого прошлого. В свое время была такая структура Мосгостранс в Москве. МОЗ «Лехтранс», которая как раз возглавляла таксопарки Москвы. И они решили газифицировать такси. И вот я был, ну, посленным свидетелем, да, потому что я работал в МОЗ «Автотрансфер» тогда. И в нашей системе было много автомобилей на газу грузовых. Такие газы были, зелы. Вот. И использовали вот эти газы. Конечно, горели, как они горели, я сам видел в свою очередь. Мы использовали технологию Рязанского завода тогда, нашего отечественного. Она, конечно, не убежала. Но вот на такси решили поставить итальянскую. Тогда суперсовременность была. И первопроходцы были ленинградцы. Вот перед тем, как внедрять в Москве сплошную вот эту газификацию, решили туда поехать в комиссии во главе там замначальника главка. И что вы представляете было? Почему зарубили здесь в Москве эту газификацию? Он прилетел в Ленинград, его встретила Кавалькада там из такси. И во время процесса, процессе по Ленинграду машина загорелась. Ну, чудом там чиновники остались живы, водитель тоже не пострадал, а машина сгорела на их глазах. Все, вопрос сразу же был решен. Никакой газификации в Москве тогда и не произошло. Но были отдельные попытки, потому что в одном таксопарке все-таки пытались поставить рязанское оборудование, но сразу у машины пропал багажник. Запаска у 24-й Волги занимала... Да, там баллон был. Да, да, занимал... Все, баллон и багажник, и будешь, что даже сумку не положишь. При том, что у легковых машин... Ладно, в конце концов, в Волге 24-й работали на 76-м бензине, но у них хотя бы от природы 402-й движок мог есть 93-й. А с Зилами помните, что у вас было? На каком топливе они ездили, на каком бензине? Я помню, я помню, как раз я был в технической службе. Я хочу сказать, что главный же был недостаток, это запах, который не убивался ничем. Вот в такси, ну, в грузовом транспорте, там водитель там только нюхал это, а в такси пассажир вынужден дышать. А что нам говорит товарищ Медведев по поводу невиданной экономической выгоды? Ведь с его точки зрения расход топлива... Экономическая выгода, наверное, в чем-то была тогда. Ее не было, и вся официальная пресса с утра до ночи, начиная с газеты «Московская правда» и заканчивая журналом за рулем, писала о том, что таксопарк номер такой-то победил другой таксопарк в соцсоревновании, потому что сэкономил топливо, перейдя на газ. Это все были абсолютные приписки, это не имело никакого отношения. Ну, нет, ну, просто тогда статистика была такая. А, статистика всегда. При помощи цифр, как известно, доказать можно все, что угодно. Но вы помните, как, в принципе, директора автобаз и главные инженеры мечтали получить себе бензиновый грузовик, который на 95-м работал, который... И газовая машина, она же на 95-м была, на 93-м она была. И ЗИЛ на 93-м... А газовые были, тогда переходили, да. Да, у него же октановое число, у газа это было подстольник, а на 76-м бензине ЗИЛ как можно было? Никак. Поэтому двигатель конвертировали, его переводили на 92-й, 93-й. И тем самым... Да, 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 заставки сделали, цилиндры специально. Да, а сколько талонов отпускалось после этого? Ведь это то же самое, как у нас любой директор автобазы мечтал получить себе Урал бензиновый. Потому что у него же расход топлива-то какой был? Он же стоял у стенки и по ней списывали. Ну, мощность сразу падала половину, это само собой. Поэтому машина 5-тонная возила, 3-тонная. Чё это она падала? Вот мы, Медведева, слушали тут на совещании в апреле, наоборот, возрастает мощность от газа. Это же тренд во всём мире так. Во всём мире возрастает, так и у нас возрастёт. О чём это? Не знаю, может, у современного газа, который у нас производится, может быть, у него больше мощности. Но тогда системы, я не позволяю, современную, я не знаю, честно говоря, но догадываюсь, что, к примеру, то, что... Ну, вот, 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 вот... Редуктор и понижение давления. Два редуктора там. А машина-то всё равно получается двухтопливная? Хочешь, не хочешь, а у тебя и так, и и так? У тебя должен быть бензин и газ? Обязательно, да. А при низких температурах как эта штука заводится? А никак? О, вот как раз при низких температурах и горела больше чаще всего. Заводили так, что приходилось подогревать, подогревали редуктор, внезапная вспышка. Да, это хорошо, если ещё... А эти, если пошёл газ, его ничем не остановишь. Вот я вспоминаю недавние кадры в Ютьюбе, как в Америке сгорела газовая станция топливная. Из-за того, что водитель, который пошёл... Водитель грузоводства машины, который заправлялся стерной газовым, вот этим вот, сжиженным газом, он вентиль этот не закрутил, пошёл расплачивать или оформлять документы, вспышка, и там по району сгорело. Вот это было... Здорово видеть. Блистательные перспективы, Ренат, вы рисуете. Я вот тоже как-то в предвкушении уже. Мне аж страшно становится. Но ведь водородное топливо тоже, кстати, небезопасно. Но при умелом обращении можно до стратосферы подняться очень быстро на водороде. То есть одно хорошо отточенное движение, и ты уже на небесах. Ну да, если он был космос, то мало ли таким он был. Да, любой советский человек может спокойно подняться в космос. А почему бы и нет? Но немцы же, например, из БМВ развернули в Берлине ещё в 2002 году сеть водородных заправок, и у немцев почему-то ни одного несчастного случая. У них семёрки БМВ ездили корпоративные, в основном муниципальные, обслуживающие там местное правительство. И замечательно они ездят, после упора на водороде катаются. А почему-то вот погасла так тихо-тихо программа электрификации автомобилей. Я помню. Тоже говорили, что почти в Москве будут станции, куда можно подъехать, вилку воткнуть, заправить аккумулятор и поехал дальше. — А с велосипедами как у нас? Тоже вот мы развиваем срочно такой же всепогодный транспорт. У нас при минус 30, что на электромобиле хорошо по городу кататься, пассажиров возить, так и на велике классно педальки покрутишь, даже согреешься. Перспективно всё. — Ну, когда-нибудь прогресс достигнет того, что мы, наверное, всё-таки от бензина к чему-то перейдём. — Ну, только если бензин кончится. Мы тогда перейдём к лошадям. Мы начнём их выращивать. У нас будут конные заводы, государственные конные заводы. Мы возродим породы, которые мы сейчас старательно губим. У нас, потому что пока ещё есть конные заводы, мы делаем всё, чтобы их уничтожить. Мы, в общем, успешно к этому... — Ну, мы надеемся, что к этому придём. — Да, да. Так, Ренат, я так понимаю, вы не хотите на газовой машине кататься? — Я сейчас езжу на дизельной «Октаве Шкода». Вот у меня пробег 3000. Пока получаю удовольствие. Есть небольшие минусы. Грия такие. Застрял недавно. Ну, что и ожидалось того, что покупал автомат. Вот. Ну, дизельный автомат. К сожалению, скаута дизельного и на автомате не нашлось. — А не бывает скаутов на автомате? — Да, вот не бывает. Я хотел. — Это умышлено? — Ну, и дизельных не нашлось. — Да, да, да. — Бензиновые были. Вот, параллельный приятель имеет «Октавию Шкоду-2» и его автомат и бензиновые. Вот плюс дизельным вижу в том, что средний сейчас при одинаковом пробеге и при одинаковом режиме у него 10,5, а у меня 5,4 расходства. — Ну, так ведь европейские дизеля, особенно немецкие, они же уже какое поколение сменили? Это мы в нашей стране пытаемся дизель изобрести, пока не смогли. А Европа... — Да, я вот тоже в Европе поездил. — Конечно, конечно. И сколько у них вот этих замечательных машин. И, собственно, почему, например, наша налоговая система, она построена именно от чего угодно, только не от расхода топлива. То есть мы налог на машину кладем именно из расчета каких-то эфемерных, там, лошадиных сил, например. Именно потому, что современные двигатели, если, предположим, мы будем плясать от объема в налогах, или по количеству выброса ЦО и ЦАЖ, как это в некоторых странах тоже применяется, так у нас бюджет разорится. С такими моторами... — Да. — А как это можно допустить? Это значит, мы недополучим с народа. Ха, три раза. Доплевали на безопасность, на экологию. Деньги давай. И вот ваша машина в данном случае сильно вредит бюджету. — Да. — Ну, мы самая богатая нация, поэтому мы переплачиваем за все автомобили. — Да. Да, мы самые богатые, мы переплачиваем за все, начиная от мобильного телефона. И мы, тем более, живем с вами в самом богатом городе. У нас же даже минута разговора по мобильнику стоит в два раза дороже, чем во всей остальной стране. Ну, благо, мы с Калимой с вами клятые, Ренат. — Я вот, кстати, возвращаясь к разговору об Октавии, я все-таки пользуюсь случаем, я хочу вас поблагодарить. Скажу в чем. Значит, когда был репортаж из «Женил», по-моему, в этом году, я как раз занимался поиском автомобиля, и первоначально у меня вариант был «Мазда Х5». Вот он меня тоже покупал тем, что он был экономичным. Вот. И плюс еще к тому же он был, ну, со всеми наворотами приятными. Но ствол, конечно, гораздо дороже. И когда я услышал... Я вообще не рассматривал «Шкоду». Вообще не рассматривал, там всякие варианты были. Вот не рассматривал. Когда я услышал ваш отзыв о «Шкоде» и таким предложением побыстрее посмотреть, и пока еще есть. И вот, кстати, купил последнюю модель «Гизельную». Да, да, да. Вы взяли очень правильную машину. Из плюсов я вижу приятный салон, огромный багажник. Огромный. Знаете, и на то, и на другое бывают нарекания. Но что еще здесь хорошо, все-таки вот ДСГ в паре с любым мотором, и дизельным в том числе, они очень стараются спасти ваш бюджет. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, Борис. Я хотел задать вопрос по поводу автомобиля приобретения. Точнее, с автомобилем я определился. Это «Шксваген Гольф 7». Вот. И планирую приобретать то, что еще не продается. Вот у меня выбор, хотел с вами посоветоваться. Давайте попробуем. Я выбираю между ГТИ и дизельным на полном приводе. Вот ваше мнение каково. Стоит ли переплачивать за полный привод? Как он эксплуатации? Ну, вообще, если у машины по какой-то причине, по недосмотру существует полноприводная версия от рождения, я бы всегда, живя в нашей стране, рекомендовал бы брать полноприводную. У вас, конечно, вот тем более на «Гольфе» на нем не будет выигрыша по дорожному просвету. Полноприводной у немцев не для того, чтобы преодолевать русские дворы, а для того, чтобы машина лучше стояла на дороге. Тем более, дизельная версия у них гораздо круче, чем любая бензиновая. Потому что они подразумевают, что автомобиль, вот мы когда с вами говорим, купил машину, мы с вами подразумеваем, что она бензиновая. Немец подразумевает, что она дизельная. Он говорит, я машину взял. Сразу понятно, что она дизельная. И только потом говорит, не-не, ребят, я бензиновую взял. Он говорит, а-а, тоже у меня чипенец, что это ты? Поэтому дизельный «Гольф» 4х4, в принципе, это сказка. Это замечательно. Несмотря на то, что «Гольф» это уныло, у «Гольфа» есть свои определенные нюансы, но это удобно, разнашивать это не надо. На дороге это стоит замечательно, но и к «Мотору» претензий не будет. Ну и в 7-4 она когда гребет. А «ГТИ», ну, «ГТИ», конечно, знаете, если вы хотите погонять, тогда берите «Сирока». Вот до «Сирока» вы и убьетесь шикарно, и перед смертью будете выглядеть молодцом. И ваш ангел-хранитель, который будет пытаться вас догнать, он, конечно, растреблят абсолютно все перья по дороге, как будто подушку трепали. Но зато это будет эффектно. Вот уж размазало, так размазало. А «ГТИ» это не богу свечка, не черта кочерга. С одной стороны, вроде семейная машина, вроде приличный человек. Посмотрите, Борис за рулем. А что он тогда на «ГТИ» сел? Непонятно. Эклектика. А вот с 4х4, с дизелем? Ой, все понятно. Очень логично. Перерыв на новости. Код Москвы действительно 495, телефон 6510996. У меня такое ощущение, что до нас дозвонился Леон, и меня это тревожит. Здравствуйте, Леон. Добрый вечер. Я про вас кино не мог смотреть? Нет, не могли. Не про вас? Нет, нет, точно не было. Меня Леон зовут, букловое там еще. А, вот в чем дело, Леон. Ну, нет, Леон, тогда все понятно. Понятно, какой Леон, это же... Леон, Джан, что у вас? Да, у меня такая проблема, Сергей. Я езжу на BMW 5-й серии, 39-й кузов, 3-х литровый двигатель. Решил взять машину немного повыше. И стою перед выбором, что взять. Хосе 90, BMW X5, либо Volkswagen Touareg. Хотел бы вас интересовать. Леон, ну, после BMW, все остальное, это же так, мелочи. Но X5, это ваша стихия. Вот у вас сейчас, вы так как-то сказали, проблема. У вас не проблема, у вас крылья. А здесь будут не только крылья, но еще и некий отрыв от действительности, потому что дорожный просвет это позволяет. Тем более, вы человек уже в идеологии BMW, постигший нюансы. Touareg вам покажется странным. Хосе 90 покажется медленным. А X5, он управляется. У него все-таки перераспределение крутящего момента идет в сторону задней оси. Поэтому у вас не будет вот этой какой-то непривычки к 50 на 50 или переднему приводу. Замечательно. Леон, X5. Вот ваша машина X5, и зачем дальше мучить себя? Нужно просто поставить эту цель и достичь ее. Все понятно. Я, в принципе, к этому и склонялся. Поэтому я хотел подтверждение услышать. Никого не слушайте. Знаете, вот нельзя взвешивать свое отношение к автомобилю, особенно в вашем случае, по принципу лучше или хуже. Ну, в чем-то может быть лучше. Да, есть какие-то там, может быть, выигрыши. Может быть, даже будет что-то подешевле. Но ни в коем случае. Будучи человеком семьи BMW, надо оставаться в семье BMW. Это без вариантов. Это очень правильно продолжать в том же духе. Потом, кстати, BMW-шники сделают следующий какой-нибудь X7. Это будет как раз ваша машина. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здрасте. Спасибо большое за программу. Уже звонил вам один раз как-то. Но такая проблема у меня. По вашему совету там обратил у меня Ford Focus третий. Вот. У меня стучала рулевая рейка. Мне ее там долго-долго-долго я обращался. Мне ее поменяли. Но вот после месяца езды она опять начала стучать у меня. Я опять начал обращаться. Но дилеры просто закрывают глаза. Вообще просто на явный стук автомобиля с левой стороны. Они говорят, что все нормально. Машина себя хорошо ведет. И вот я не знаю, как дальше будет. Мы как-то говорили фамилию человека, который занимается. Вот как там бодаться с этими официальными дилерами. У него книжка какая-то есть. Можете, пожалуйста, еще раз повторить? Поскольку фамилия у него польская, русскому уху она непривычна. Зовут его Антон Нездведский. Нездведский. Антон Нездведский. Да. Зайдите в интернете, найдите. У него эта книжка, она издана была в 2009 году. Она много раз переиздавалась. Она как раз о том, как закон о защите прав потребителей работает с точки зрения нас, автомобилистов. Как именно бороться с официальным дилером. Там много полезных советов. Но если вы видите упорное сопротивление, вполне возможно, что вам нужно кого-то звать на подмогу. Что это уже либо адвокат, либо специфические юридические знания. Ну а вы что вообще можете сказать? То есть на саму, говорят, на безопасность автомобиля это не влияет. Но я вот просто не знаю. Уже я в интернете посчитал, у многих такие проблемы столкнулись с третьим фокусом. Что многим меняют. И мне в принципе первый раз поменяли. И на второй раз это уже просто сил нету просто. Потому что автомобиль почти 900 тысяч. И это как бы немаленькие деньги. Хотелось бы и деньги ни о чем не беспокоиться. Не получится. Страна не та. Не удалось. Но для того, чтобы побороть дилера, этим нужно заниматься всерьез. И с дилером нельзя общаться как с равным себе, честным человеком. Дилер, у него совершенно другие интересы. Его задача деньги получить, а не отдать. Вы к нему приходите и предлагаете из своего кармана. Пока из своего. Но потом, конечно, представительство компенсирует. Тем не менее, потратится на гарантийный ремонт. Он, конечно, будет всеми силами объяснять, что это вы виноваты. А он здесь ни при чем. А вообще хорошо. Но заказ, наряд, в который вы пишете претензию, стучит. А вы к нему приезжаете и говорите, стучит. Вот заказ наряда. А они говорят, нет, все нормально. Вы приезжаете и через 5 минут говорят, стучит. Стучит. Это дефект. Почему стучит? Давайте разбирайтесь. Отказываете? Вы ничего не слышите? Давайте позовем того, кто слышит. Вы мне отказываете? Откажите мне письменно. Скажи, что не стучит. Вот вы же так или иначе должны готовить всегда правовую базу для обращения в суд. Как бы это погано не звучало. А горячая линия Форда и прочие там варианты выслушивания, вас, она не для того, чтобы решать ваш вопрос. Она для того, чтобы послать вас подальше. Поэтому вы один на один с дилером. Спасибо большое вам. Спасибо. Антона Нездецкого найдите. Собственно, он является ключом. Дальше есть такая структура, называется правая руля. Там очень много экспертов, умеющих бороться с системой. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Езжу сейчас на автомобиле Nissan Diana. Да, на 2,5 литра, ну, полной комплектации. В целом, в общем-то, два года автомобиль убрал с нуля официального дилера. Ну, в общем-то, автомобилем доволен. Ни разу меня не подвел. А не ржавеет? Вот некоторые жалуются на тянах, что потихонечку... Ржавеет потихонечку, именно у них проблемные места, это капот, да? То есть, начинает все с капота. Почему? Ну, вот начиная все с капота, вот именно под решеткой радиатора начинают появляться пятнышки такие, красивые все. Ну, дилер не отказывается, он говорит, вопросов нет, приезжайте, страховой случай. То есть, гарантийщик, фотографии, все как положено, записываем, перекрашиваем. Ух ты. Ну, да. Добрый дилер. Да, да, нет, ну, причем дилер Натгруп, могу, да, как бы сказать, во всеуслышание. Поэтому, вот, проблем никаких. То есть, причем, вот, все, как бы, все пытаясь за него доехать, единственное, что надо. Вот, ну, вопрос мой в том, что хочу взять что-то повыше, все-таки, да, может, на полном приводе, я не знаю, вот, что порекомендуете. Беземной шар. Никогда внизу. А? Ну, Сергей, полноприводных машин, вообще-то, много. Ну, вот, все-таки, что-то из разряда, наверное, вот, кроссоверов, внедорожников, да, ну, возможно, даже и бэушные, да, что-то. Ну, вот, бюджет, там, ну, полтора миллиона. Так, значит, бэушные не надо, но у вас машина класса D, а за полтора миллиона вы получаете машину эквивалентную гольф-классу. То есть это будет какой-нибудь там, ну, небольшой автомобиль, это кроссовер. Потому что внедорожник вы, к сожалению, за эти деньги не возьмете. Либо пикап, а зачем вам эта груда железа? Ну, да. То есть это компромиссный салон и много воздуха в багажнике, которые вам не нужны. А полтора миллиона при нынешней вот общей наглости и чудовищном совершенно ценообразовании, это, получается, Yeti, Tiguan, это всякие там мало на что пригодные CX-5, Mazda и прочая мелочь. Вам для того, чтобы к этому как-то нормально адаптироваться, вот так вот без содрогания, изменить свою посадку над землей, но при этом переехать из трехкомнатной квартиры в двухкомнатную, вам нужно пожить на улице, то есть без машины. Вот если вы месяц побегаете, высунув язык за трамваем, имя товарища Собянина, который, я имею в виду, трамвай у нас комфортабельный, по графику ходит, там кондиционер, вот после этого вы пересядете в любую машину безболезненно. А так, ну, это будет для вас все-таки тяжелым моментом, и поскольку ваша Тиана вас еще не разочаровала, вы ее не сносили, вы поймете преждевременность этого шага. Есть легкая надежда, что у нас невероятная стабильность в стране, у нас потрясающе классно чувствует себя ВВП, во всех смыслах любой ВВП, у нас нет никакой инфляции, ну, там какие-то 6 мелких процентов. Но один из самых уважаемых, по крайней мере, лично мною экономистов нашей страны сказал, что в 2014 году, скорее всего, прилетит медный таз нашей экономики. И будет такой кризис, что мало не покажется. И вот если вы останетесь при деньгах, я вам этого желаю. Вполне возможно, что вы купите то, о чем сейчас даже не мечтаете, в связи с невиданным снижением цен. Вот если вы готовы вот тут вот как-то затаиться и оставшись за рулем классная машина Тиана, подождать развитие событий, тогда, может быть, выиграете. Сергей, а вот скажите еще, пожалуйста, слышал вот, ребята, друзья говорят о том, что, ну, привозят машины, то есть, лейнг-крузеры Прада, да, то есть, гоняют с Арабских Эмиратов. Да. Вот, то есть, вообще, как, насколько это все, то есть, да, слышали вы об этом, да, ну, я имею в виду, их гоняют оттуда, да, пригоняют сюда, то есть, понятно, что комплектация, да, немножко другая, да, адаптирована под их, да, климат, безусловно, но при всем при этом, насколько это вообще, то есть... Гоняют, да. Гоняют, да. Гоняют, да, ну, существует всегда вот этот альтернативный рынок, когда все со всего мира приводится из Америки, из Эмирата, все, что угодно, и многие люди едут именно в Эмираты, потому что там шикарные комплектации, есть много недоступного для нас, и в Эмиратах, несмотря на то, что там любят вешать по пятницам наркоманов на главной площади, тем не менее, массу убитой техники, потому что народ под газом фигачит по буеракам, а потом все это тихо сдает, потому что оно ему не надо, в том числе. И здесь вопрос, у кого вы берете, а перегонщик это человек, который не заинтересован в результате, ему нужно подешевле, то есть он дешевле взял, сыграл на разнице. И здесь у вас, если нет вот такого надежного канала, шанс нарваться существует, потом машина, конечно, не без нюансов, здесь по каждой конкретной модели, вот если вы определили, что это Прада, тогда вам придется рыть интернет и желательно найти живых людей, прошедших эту систему, цепочку. Не тех, кому кто-то рассказывал, а тот, кто реально знает, как и что, потому что у меня был эпизод, когда люди из Эмирата вгнали машину своим ходом, то есть они не паромом воспользовались, они шли по земле, и черт их дернул заехать в Иран. Ну, так получилось, но больше про них никто не слышал. В Иран они точно въехали, но все, след простыл. Понятно. Ну, а вообще отношение к лайн-крузеру Прада, то есть, да, последний крузер у вас какое? У 150-ка, это, Сергей, вы уж простите, это грузовик, это дальний родственник ЗИЛА-130, у него есть несколько минусов, он плохо стоит на дороге, у него плохие тормоза, и на нем немножко страшно. Ну, вот после 130-140 на нем вообще ехать опасно. Я ехал, специально посмотрел, вот когда мне потребуется памперс, я понял, что на Прада памперс мне нужен после 120-ти. На 140-ка жизненно необходим, если можно, с специальной системой жизнеобеспечения. Тормозов нет, руля нет, и эту халабуду качает так, что, ну, есть нюансы. Хотя я знаю людей, проехавших на 150-й Прада порядка там 200 тысяч, и они меня слушают с удивлением, говорят, да ты что, стоит как влетая, да я на ней, да мы с ней, да мы с ней, когда Рейхстаг брали, да мы там на пятом этаже с нами прикрутили к колонне. Такие тоже есть. Это говорит о том, что мы разные, но Прада все-таки вне дороги лучше, в городе с ним бывает трудно. Спасибо, Сергей, большое. С японца на японца. Я, Сергей, прекрасно понимаю, почему вы не хотите Прада в ладивостокской сборке. Хотя, конечно, во Владивостоке у нас настоящее японское качество. Семен, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы дождались, наконец-то, да, говорите. С удовольствием слушаю ваши передачи всегда. У меня очень короткий вопросик. Вот мог бы взять Санъен Коктеон, полный привод, коробка автомат, около миллиона он стоит. Да. Но, думаю, стоит ли брать, или, может быть, здесь что-то более общее, распространенное, типа CX-5, там, допустим, где... Ну, CX-5 тоже не шедевр, а вот, знаете как, в этом отношении тройка кроссоверов. Первым стоит Yeti, вторым стоит Tiguan, третьим RAV4. Кого-то из них. Все на сегодня.